Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас обзор заказа из магазина Галамарт. Итак, поехали! Я в последнее время там заказываю именно в интернет-магазине. Почему? Потому что он от нас находится далеко-далеко ехать. Это очень удобно на самом деле. Там, по-моему, бесплатная доставка от 950 или от 1000 рублей. Где-то так. Смотрите, как все упаковано. Переложено вот так вот бумажкой. И сейчас будем потихоньку с вами все смотреть. Здесь такое все самое нужное, необходимое и интересное. Так, взяла крестюшки. Вот такой вот набор для купания. Здесь три штучки. Так, по ценам я, наверное, вам буду подписывать, потому что они чек присылают в электронном виде. Или буду так говорить. Ну, в общем, у меня вот этот весь заказ где-то на 950 рублей. Какие 950? Да, 950 рублей где-то. У Галамарта был день рождения, по-моему, 25 сентября, 12 лет, если я не ошибаюсь с датой. И 30% скидка была на все, на белые ценники. Вот. И я заранее накидала в корзину товар. Он был где-то на 1100. И вот со скидкой получилось 900 с чем-то рублей. Вот это прелесть, что-то рублей 30-40 стоит. Они пищат. Они пищат. Здесь игрушки, кстати, на выбор. В комментариях к заказу можно написать пожелание. Какую вы именно хотите игрушку? Я написала уточку, и вот мне положили набор с уточкой. Прелесть. Дальше заказала вот такие вот крючки. Держатель для полотенец. Вот так они выглядят. 5 штук. Вещь нужная. Давно мне очень нужная, поэтому... Да. Вот так их вешать. Можно на вешалку, можно на ручку от шкафа, как я делаю обычно. Но они постоянно валятся. Поэтому, я думаю, с этими крючками будет все гораздо интересней. Гораздо проще. Сейчас откроем, посмотрим. Крючки тоже очень бюджетно. Но вот там со скидкой я даже, в принципе, если вам цену назову, они будут недостоверны, потому что в день вот скидок они были. Вообще, все, что у меня здесь есть на 950 рублей. Так, вот такой крючок здесь, как леска у нас с вами. Такая прочная, прочная леска. И такой вот металлический зажим. Хорошая штука, давно мне была нужна. Взяла, девчонки, щипцы-зажим для сгибания ресниц. Правильно он называется. Вот так выглядит. Тоже в комментариях к заказу, по желанию, по цвету можно было оставить. У меня был старый совсем, я его куда-то делала. Мне кажется, вот сейчас с моей любимой тушью, First Class Faberlic, вот этот вот зажим, если еще использует, то вообще просто будет космос. Ресницы будут выше бровей. Поэтому решила взять. Пусть будет. Так, вот так он выглядит. Удобная, кстати, ручка. Вот этот зажим мы с вами снимаем. И вот как они выглядят. Маленькие, компактные, в принципе, вот здесь у нас силиконовая с вами штучка. Вверху ничего нет, железная. Ну, здорово. Слушайте, я сейчас вот только буквально перед видео накрасила ресницы. Давайте попробуем, что ли, завить. Получится, нет? Да получится, а почему нет? Так. Ой, прилипли. Ой, прилипли, девчонки. Они у меня еще не высохли и прилипли. Блин. Слушайте, еле отодрала. Геду завивает, конечно, завивает круто, но я еле ресницы отодрала. Пипец. У меня еще не влажные были видео. Ой. Не завивает круто. Если на мокрые ресницы, на мокрые, конечно, лучше не надо. Лучше вообще до покраски завивать. Так, дальше. Взяла для швабры вот такую вот насадку. Это Veto. У меня швабры исключительно вот такие вот с насадкой. Как это правильно, губка называется? Из ПВА. Вот как Фаберлика. Губка для... Универсальная губка такая синяя, да? Которая очень хорошо впитывает воду, с которой размораживать удобно. Холодильник, у кого он размораживается, да? И вообще воду идеально впитывает. И который хорошо собирает шею с ковров. Так вот, вот это вот такая же губка. Поэтому я только такую швабру использую. Потому что каждую волосинку на полу она собирает. Решила обновить насадку. Я, правда, написала в рекомендациях, в комментариях к заказу синюю. Но мне почему-то положили желтую. Вот это не знаю. Наверное, закончились. Сто с чем-то рублей она стоила. Вот такая вот губочка. Взяла две масочки тканевые. Китайские, по-моему, если я не ошибаюсь. Москва, Волгоградский район. Ну, а так тут по-китайски наклеечки. Сзади по-китайски. Что за марка, я без понятия. Ну, сейчас тканевыми масками пользоваться удобно. Потому что такие не всегда есть делать время. Да, вот такие вот. Ну, попробую потом, если что, в пустых баночках. Если прям, вау, расскажу вам. 59 рублей они были обе. Так, взяла мицеллярную воду. Вот как она запакована. Мицеллярная вода где-то рублей 50 без скидки. Интересно было попробовать. Что она из себя представляет. Ну, запаковали, так запаковали. Слушайте, сейчас за кадром пошел-шел. Вот как она выглядит. Что это у нас с вами за марка? Бергер косметик. Мицелляр вода. Мицеллярная вода для всех типов кожи. Василек нарисован. Прям как в ифраше. Тонизирует, увлажняет, придает упругое сияние. Не требует смывания. Подходит для лица века, губ. Но мицеллярную воду все равно любую надо снимать. Бергер какая-то, типа Германии. Да, изготовитель Росхимтехим. Московская область, Чеховский район. Город Чехов. Вот. Где изготавливают. Ну, попробуем вологи вместе с вами как-нибудь. Попробуем, расскажу. Интересно, на самом деле. Налели до краев. Запаха никакого вообще нет. Надеюсь, это не простая вода. Так, дальше. Взяла вот такой вот набор. Кисточка силиконовая и лопаточка. Мне нужна была кисточка. Отдельных не было, потому что моя уже какая-то стала не совсем свежая. Я ее выбросила. Решила обновить. 6 рублей 30, девчонки, набор. Лопаточка силиконовая всегда пригодится. Кисточка 17 см, лопаточка 19 см. Кисточкой смазываю противень. Или смазывать там, когда что-то печешь яичком и так далее. Дальше, смотрите, взяла вот такое ситечко для чайника. Яйцо. Знаете, для чего взяла? Я хочу в нем кофе заваривать фаберликовский. Потому что у меня достаточно крупный, по-моему. И я думаю, через такие дырочки высыпаться не будет. Потому что я как делаю? Мне варить особенно его некогда. С утра. И Ксюша у меня сейчас кофе пьет. Я в крошку наливаю, завариваю. Пока хожу, делаю свои дела. Собираю ее в школу. Потом процеживаю через мелкое ситечко в крошку. В другую. Себе и ей. Вот этот жмых остается. Я вам уже рассказывала. Я его использую как скраб. А вообще процесс трудоемкий на самом деле. Вот я хочу попробовать. Как вы думаете, через такие дырочки. Ну посмотрим, в общем, вот такое яйцо. Как оно открывается у нас. Вот так открывается. И вот так выглядит. Попробую. Что из этого выйти не получится. Будем так травы какие-нибудь заваривать. Так, дальше. Дальше взяла, девчонки, знаете, что на пробу? Первый раз в жизни беру вакуумный пакет. Взяла самый бюджетный, небольшого размера. Пока тоже Ветто фирма. 40 на 60. Вот так он выглядит. И насос к вакуумному пакету. Это что-то вот по 100 рублей где-то цена и того, и того. Я никогда не пользовалась вакуумными пакетами. Расскажите, девчонки, стоящие вообще вещи или нет. Потому что вещей много, квартира маленькая. Хочется как-то вот все компактно сложить. Ну, допустим, сейчас летние вещи убрать вакуумные пакеты. Да и сложить. Как это все происходит, я не представляю. Как-нибудь тоже с вами на влоге попробуем это дело воплотить в жизнь. Вот так выглядит насос. Такой хлипенький и ржавый внутри. Ржавый. Снимается крышка. Или не снимается ли она тут и должна быть? Она тут, наверное, и должна быть. Никаких дырочек тут ничего нет. Наверное, там подносишь к клапану, что ли, на пакете. И вот так вот отсасываешь воздух. Я так подозреваю. Не знаю, никогда не брала вакуумные пакеты, но мне показалось, что это должно быть достаточно удобно. А пылесос у меня, у него нет обратной функции отсасывания. То есть, поэтому по-любому нужен насос. Как он тут выглядит, давайте глянем. Вот он пакет. Специального клапана здесь никакого нету для насоса. Здесь просто зевзамок вверху. Вот такая вот штучка-бегуночка. Вот такого он размера. Не знаю, попробую. Интересно на самом деле. Так, дальше. Взяла вот такую лопаточку для блинов. Очень удобная штука, потому что у меня все какие-то лопатки не очень острые. Не очень удобно переворачивать блины. Это прям остренькое по краям. Прямо аж практически колется. Мне кажется, удобно. Да и котлеты ей переворачивать будет удобно. Оладушки и так далее. Лопатка для блинов. Вот так вот выглядит. Эко написано. Марка Баблига, кстати. У нее в Галамарте она представлена. Так, дальше. Взяла в том году, брала, и в этом решила повторить, рублей 40 с чем-то стоит. Аквамора. Спрей назальный. Вот так он выглядит. Он спреем здесь 30 мл. И 40 рублей это ни о чем. И он откручивается. Сюда можно потом физраствор наливать, как я и поступала. Морская соль 1 грамм. Вспомогательные вещества. То есть вода дистиллированная. Вот так. Так что как бы обычный физраствор. Но чем он удобен? Я вот чисто даже из флакона беру. Потому что он откручивается. Когда кончается спрей, я потом сюда наливаю либо долфин пакетики развожу, либо физраствор просто сюда наливаю. Как бы удобно, прекрасно, замечательно. Дальше. Взяла вот такую лазерную указку с фонариком для кота играть. В комплекте, кстати, батарейки. Что-то рублей она 30 стоила. Коту играть. И Крестюшке может понравиться тоже какую-нибудь игру с лазерной указкой придумать. Часто берем. Но часто почему-то Ксюша их теряет либо ломает. У нас кот их обожает. Вот такую резинку Ксюша взяла для волос. Они там в разных расцветках. Тоже в комментариях к заказу они... Можно оставить пожелание, какой цвет вы хотите. Вот такая вот резинка. Нам на танце удобно, когда пучок собираешь на голове. Вот такой потом заматывался. Вот такие губки взяла. Они тут спрессованные. В Фикс Прайсе, по-моему, одно время такие были. Может, и сейчас есть. Они разбухают в воде. На самом деле, не тут тонкие, а потом раз разбухают. Мне нравятся эти губки. На самом деле, я люблю ими пользоваться. Внимание, остерегайтесь подделок. Прикольно, да? Даже губки у нас подделывают. Кухончики. Кухончики три штучки. Так, дальше. Взяла вот такой пазл Ксюши. 54 детали. Блин, он, наверное, мелкий такой вообще. Коробка такая маленькая. Написано 6+. Слушайте, ну, нет. Обычный. Обычный пазл. Пусть собирает. 54 детали. Какая-то лисичка. Лисичка. Тоже совсем что-то, девчонки, от рублей 20-30. Так. И последний, по-моему, продукт. Да, все. Тут бумага еще внутри переложена. Это скатерк. Скатерк ПВХ. Я такие беру на кухню, на кухонный стол постелить. Разные расцветки были. Тоже выбрала вот такой. По-моему, она камешки называлась. Такая нейтральная, приятная расцветочка. Стоил тоже 100 с чем-то рублей. В размере 100 на 140. Или даже меньше 100. Это как раз вот мой размер. Мне подойдет. Такая скатерть. Сейчас понюхаем с вами. Пахнет. Нет. Но они обычно все скатерти ПВХ. Пованивают, скажем так, вначале. Но быстро все выветривается. Я их периодически меняю. Они бюджетные. Фиксы тоже такие есть. Чуть-чуть, кстати, запах вообще. Есть прям, которые очень сильно воняют. Нет, чуть-чуть. Ну, такая вот красивая, обычная скатерть. Так, ну вот и все, мои хорошие. На этом видео буду заканчивать. Если обзор вам понравился и был интересен, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Я вас всех люблю, целую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok